Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Ну что, начнем очередные вопросы, которые важно правильно осветить И я всегда вам говорю, что я стараюсь быть понятным И на конкретных примерах как-то вам свою понятность проиллюстрировать Так, ну вот, читаем ваши комментарии Комментарии, господи, как хорошо, что вы такой терпеливый Спасибо, что не скрываетесь от наших заумных вопросов Тамара написала И вот теперь, теперь разбираем Ну, попробуем три ваших комментария таких разобрать Утро, сода-завтрак на видос Геннадий Петрович, здравствуйте! Вы действительно национальное достояние нашей страны Поскольку последующий комментарий отмечен сердечком То выражаю надежду, что и мой тоже вы прочтете Возможно, ответите мне Вот я далеко не богатырь, а пожилая женщина с 77 лет Когда-то с интересом смотрела ваши передачи с участием Проклова на ТВ Читала ваши книги, пользовалась советами и рекомендациями То есть человек пользовался Но это было давно А вот теперь проблемы со здоровьем заставили меня порыться в интернете Поскольку мой организм изрядно пострадал от лечения, в кавычках, артроза Как с артрозом, в скобках ТБС правой наит А, тазобедренный сустав правой ноги Плюс остеопороз, тоже таблетки И в результате хожу по необходимости только за продуктами Муж умер год назад Хожу с трековыми палочками Конечно, бываю в поликлинике То есть человек лечится Лечится, да, ходит в поликлинику, лечится Что бы вот здесь можно было бы заметить Человек с интересом, пользовался советами, рекомендациями Было давно А вот для того, чтобы у вас здоровье было постоянно За ним необходимо следить Вот, к сожалению, за ним необходимо следить То есть нельзя так относиться к самому себе Что вот есть здоровье, да и ладно Она будет у нас на 120 лет К сожалению, она по каким-то причинам Заканчивается довольно-таки быстро Вроде бы и жить еще можно А вот артроз, коксоротроз Ходить нельзя и так далее То есть следить надо И если мы не следим То вот так вот и получается Ну, читаем дальше Ревматолог впервые мне назначил инфузию Зондроновой кислотой Ак-ла-ак-ла-стой Делается это как заместительная терапия Вместо таблеток с кальцием Ну, такое лечение Такое лечение То есть, кто какое лечение знает Тот такое и использует Но только при здоровом желудке Обследование ФГДС, увы, показало Кандидоз пищевода и атрофический гастрит Я очень испугалась Ведь таблетки пить не хочется А врачи следуют Исключительно прописям Минздрава Ну, опять-таки Знаете, вот Очень сложно вообще вот объяснять Рассказывать Что-то там такое Ну, мы с вами беседуем Это нельзя сказать Что какие-то рекомендации Какие-то там наставления Идет такая у нас с вами беседа Я уже сказал Вот за здоровьем надо следить Если что-то у вас начинает такое быть То вы начинаете искать Откуда это все Причины И просто-напросто образом жизни устранять Я же вам больше рассказываю Не о лечении А о ведении здорового образа жизни Чтобы вы не использовали Ни народную медицину Ни официальную медицину Чтобы вы Жили здоровой жизнью Просто-напросто Регулируя Свой образ жизни Что-то добавили Что-то убавили Ну, разбираться надо А вот тут Я, конечно, очень испугалась А вот пугаться надо было Давным-давно Ой, как давным-давно Чтобы вот эти проблемы Не стали, знаете, у нас Вот так вот Теперь Либо жить, либо не жить Это все делается До того, как До того, как Задолго до того, как И вот тогда я вспомнила Исключительно прописи Минздрава И вот тогда я вспомнила И вас И Нюм и Вакина И лечение соды Ну, хорошо, что именно вспомнили Вот лечение соды Ну, ладно Но я еще не знаю Какова кислотность моего желудка Даже-то я не знаю Вот как вам это все объяснять Какая-то кислотность желудка Еще что-то Еще что-то Знаете, куча каких-то проблем идет А теперь нам, пенсионерам На все вопросы отвечают Ничего не поделаешь Это возрастное И те методы обследования Которые были при СССР Теперь не практикуют То есть Вот что я еще хотел бы сказать Вот этим видео То есть было одно направление В медицинской практике В официальной Потом оно сменилось на другое До этого я как раз вам говорил А где критерии того Что это действительно эффективно Что это действительно разумно Где этот критерий Вот они поменялись И все, теперь не практикуют То практиковали И что человеку делать Возрастной и хорош В этом ролике я увидел Что вы кладете в свой напиток Одну столовую ложку соды И даже испугалась Но вы его улучшили И хорошо для вас Но при кандидозе Мне нельзя, наверное, кормить Грибок сладким Не знаю Это я там Возможно Показывал Напиток там Богатырей Как делали древние Но это не значит Опять-таки Что он там Подойдет всем Это Что есть такое Вот есть такое Даже испугалась При кандидозе Нельзя, наверное, кормить Грибок сладким Ну ладно Дальше пойдем Я пью соду пока Только по 0,5 чайной ложки На стакан Тоже кипятком Значит при 90 градусах Ее заливаю в гашу Остужаю до теплой По утрам Пью натощак Хочу избавиться от кандиды От кандиды я так С вами говорю, беседу Надо было избавляться Очень Давным-давно Пока она не разъела Ваши суставы Это мое мнение У вас У кого-то могут Совсем другое мнение Там Я считаю так Давным-давно При этом знаю Что таким образом Я ощелачиваю Содержимое желудка Опять-таки Вот знаете Ощелачиваем Еще что-то там Куча каких-то Различных мнений Что тут идет Ощелачивание Тут идет закисление В любом случае Идет разрушение Вашего организма И вам необходимо Разобраться в этих причинах Самим Разобраться в этих причинах Раз никто другой Не хочет это делать И начинать Их устранять Так Не знаю Как это подействует На слизистую Ага А теперь я не знаю Как это подействует На слизистую Атрофический гастрит Говорят врачи Невозможно вылечить Только затормозить Таблетками Типа Ребагита Курсами По 8 недель Три раза в год Я не буду Опять таки Вдаваться Ну вот Вот Сказали якобы Вот так Другие говорят Вот так Третьи вот так Четвертые еще Вот так И как это Конечно возможно Это странно будет звучать Но это ваши проблемы Вы закономерно Пришли к тому Что вы сейчас имеете Чтобы этого не было Надо было намного раньше Вот когда вы смотрели С интересом передачи Когда пользовались книгами Вот тогда-то надо было Выстроить свой образ жизни Таким образом Чтобы вы в дальнейшем Не получили вот этих заболеваний С которыми теперь Вот-вот вы столкнулись И тогда получается Что действительно возраст Вы хорошо пожили-то вообще-то Вот если хотите дальше жить Одно дело Этим надо было заниматься Намного раньше Можно и сейчас конечно заниматься Но для этого Для этого Видите Вот то нельзя Это нельзя А это как А это то Из-за того Что человек Ну в этой области Не образован То есть он Толком не разбирается В физиологии Толком не разбирается В оздоровительных этих средствах Как они действуют У него страх и паника И поэтому Что-то ему советовать А он сразу же Ее скажет А вот допустим Соду А как же слизистая поведет А вот то А как же это И тут же сразу хочется сказать Вы знаете Медицина Это вроде такая Как бы сказать Профессия Или наука Вроде есть Профессия Врач Да Вроде есть Наука Медицина Но это Это очень Сугубо Индивидуальная вещь Каждый из нас Наживает Свои болезни Самостоятельно Индивидуально И закономерно Приходит К тому состоянию Которое он Имеет И всех Как бы сказать Если вот артрит Вот так действуем Если это вот так действуем Если там эрозия Так действуем Не пойдет Потому что Причины Образования У каждого Свои И вот этим Надо заниматься Ведя здоровый Образ жизни Не все так просто Изучить свой организм Хотя бы Каких то Элементарных Знаний получить Потому что Ну без этого Видите Вот я читаю Тут Врачи Вот говорят Одно Она пугается Другое А хочется Быть здоровым А для того Чтобы быть здоровым Все таки Надо кое что Знать Ну ладно Читаем дальше Вот так Значит Курсами Три раза в год А вот Кандидоза Пропила Флуконазол В течении 21 дня Так мне Прописала Второй доктор Гастроэнтеролог То есть смотрите Допустим Что там От атрофического Гастрита Что ли Пьют таблетки Вот это Глебогид Курсами От кандидоза Это уже другой врач Фруконазол Да Так мне прописал Второй доктор Хотя я ей Сказала Что первая Ушедшая В отпуск Не назначила На 7 дней По 200 миллиграмм И я их пропила Уже Я насколько понял А толку нет Вот какие Они резвые Наши молоденькие Врачи Поэтому Обращаюсь к вам Уважаемый Геннадий Петрович Посоветуйте Как мне Выпутаться Из этого Замкнутого Круга Ведь еще Предполагается Повторная ФГДС Опять анализы На хеликобактер А лекарства Для укрепления А А лекарства Для укрепления Костей А Класта Уже Присланный Мне сыном Стоит В холодильнике С февраля Здесь На Сахалине Живу Одна Год назад Обдавила Прошу вас Ответить Мне Посоветовать У меня Уже голова Кругом Сплю Мало Переживаю А что посоветовать Вот Что посоветовать В этом случае Что посоветовать И теперь уже Можно Вот Как бы сказать Сказать Следующее У человека Чем Это Опять таки Своё мнение Я высказываю У вас Там может быть Своё Мы беседуем У человека В течение Жизни Уменьшаются Несколько Факторов Первое Это Жизненная Сила То есть Вначале Мы Мало Утомляемся Бегаем Как заведённые Ну а со временем Всё больше 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 Нам уже Надо посидеть Полежать И Мы уже Не можем Так Себя вести То есть Это как раз Уменьшается Так называемая Жизненная Сила Далее Какие процессы Происходят В организме Организм Прогрессивно Теряет Воду Он Усыхает Усыхает Если Вначале В детском возрасте У нас там Лет в пять Допустим Было Процентов 80 85 Воды Тоже В моём Возрасте Там Семидесятилетним Если есть Процентов 60 Там Этой воды Примерно Так То есть Я Не я бы Мой Организм Усыхает И Что ещё Происходит Происходит Уменьшение Теплотворных Способностей То есть С возрастом Теряется Та способность Теплотворная Старики Начинают Замерзать У них Хуже Пищеварение У них Хуже Иммунитет Вот И вот Все эти Параметры Которые Сказал Жизненную Силу Потеря Воды И Потеря Теплоты Можно Более Менее Компенсировать Здоровым Образом Жизни То есть Вот видите Некоторые Здоровый Образ Жизни Это Взял Гантели И Пошёл Заниматься Другие Побежали Ещё Что-то А на самом Деле Чисто Теоретически Опять таки Я беседую с вами У вас может быть Своё мнение Чисто Теоретически Говорю Что происходит Человеком И в чём Заключается Здоровый образ Жизни Как можно Больше Протянуть Вот это Вот Или Научиться Вырабатывать И жизненную Силу И поддерживать Её Научиться Не терять Свою Жидкость Хотя бы Её растянуть И не терять Теплотворные Способности Тоже Их Поддерживать Тогда Более Менее Все Физиологические Процессы Работают Нормально И у Человека Не получается Таких вот Вещей Ну Если Получились Ну Вот Вы пошли Полечились Ну Видите Что это Тупик Ну Это Всё Это Всё Надо Было Делать Раньше А Теперь Смотрите Что Получается Вот Если Человеку Что-то Советуется В таком Возрасте 77 лет А Хватит Ли У него Вообще Жизненной Силы Восстановиться Вот Просто Хватит У него Сил Пережить Эту Операцию Там Какую-то Которую Порекомендуют Или Ещё Что-то Или Ещё Что-то Такое Или Вот Эти Таблетки Там Усвоить Вот Вот Вопрос Поэтому Вот Можно Конечно Порекомендовать А вот Можно Поголодать И Лучше Станет И с Кандидой И с Суставом И со Слизистой Желудка Ну Это ж Надо Голодать А я Вот Голодать Не могу У меня Тут Голова Кружится Или ещё Что-то Поэтому Выбираются Самые Простые Методы Которые В данном Случа Которые Вот Могут Там Что-то Как-то Поддержать Это А не то Что-то Вылечить Уже Ну Примерно Так Ну Конкретно Что Ходить Нельзя Есть Нельзя Ну Просто Тогда Остаётся Одно Дыхание Лежишь И Дышишь Медленно Плавно Вдох Выдох Медленно Плавно Вдох Выдох Ну Хотя Вот Это Дыхание По Бутейк Начинать Потихонечку Дышать Поэтому Я не знаю Что Что здесь Сказать Что здесь Порекомендовать Это Как раз Было Значит Утро Сода Завтрак Теперь Теперь Вот Как раз Следом Идёт Видео Вернее Идёт Комментарий На видос О суде Кто Какое Лечение Вот Мы уже Говорили Вот Врачи Порекомендовала 77-летней Женщине Такое Такое Лечение Насколько Мы понимаем Толку Никакого Игорь Горбатенко Пишет Переходически Захожу На канал Уже Года Два И Все Тот Нерратив Какая-то Нездоровая И даже Агрессивная Критика Традиционной Научной Медицины Я стараюсь Вам Больше Рассказывать О Ведении Здорового Образа Жизни Что касается Вот Эта Агрессивная Критика Традиционной Научной Медицины Я Это Как раз Вот В этом Видео Постарался Показать Примером На Бородалках То есть Традиционно Официальная Научная Медицина Вот Рекомендует Это делать Вот так Вот Вы Жигать А есть Народный Метод Такой Сводить С помощью Заговора Работает Великолепно Сам Проверил И Вот Тут То у нас Получается Следующее Мы Постоянно По жизни Должны Делать Выбор Выбор Начнем С самого начала Выбор Друзей Выбор Профессии Выбор Там Места Проживания Выбор Супругов Все Мы Должны Это Все Делать 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 В том числе Выбор Того Или Иного Метода Лечения При этом Естественно Наш выбор Должен Основаться Не просто Там Что Вот это Красиво Я сюда Пошел А На Знании Что Стоит За этой Красотой Стоит Ли за этой Красотой Полное Выздоровление Или же Нет Или же Оно Не стоит То есть Опять Таким Мы упираемся В то Что Человек Должен Быть Подготовлен Мы Проводим Огромное Количество Времени Просто Так Вместо Того Чтобы Минимально Образовать Себя В плане Поддержания Своего Собственного Здоровья Значит Народная Это Традиционная Научная Медицина А Вместо нее Автор Предполагает Лечиться Сугубо Народными Методами Вам попали Не те Видео В которых Я говорю Я знаете И не за Официальную Медицину Я и И не за Народную Медицину Потому что Я прошел Эти все Так сказать Этапы Мне Нужно Здоровье Поэтому Мне Важно Знать Такой Образ Жизни И поддерживать Его Для себя Чтоб Я оставался Здоровым И не вдавался Во все Эти модные Процедуры Которые Якобы Обещают Тебя Защитить И в Народные Которые Тоже Что-то Обещают Вылечить И так далее То есть Дело Непростое Надо Довольно Таким Много Знать И Опять Таким Мы упираемся В то Что Каждый Из Нас Наживает Болезни Самостоятельно И Индивидуально Нету Общего Подхода Примерно Что-то Есть Примерно Но все Это Примерно Разбивается На Вот эти Частности Которые Человек Знает Только Сам За собой Если Допустим В первом Случае Вот там Кандида Желудок И так далее То что Сейчас Портит Человека Он Обращает На это Внимание То дальше Там не Рассказывается С чего Все начиналось Возможно Там Запоры Есть Которые Человек Считает Это Нормальное Явление Он Даже Не Понимает Вообще Большинство Людей Как Должен Работать Организм Человека И Потом Получаются Вот такие Вещи И Мы Тут Начинаем Кивать То На Официальную Медицину То На Народную Медицину То Еще На Что Мне Лично Мне Надо Здоровье И я беру Если Это Работает От Официальной Медицины Я беру Это Если Это От Народной Медицины Я беру Это И Применяю И Вдобавок Еще Надо Умудриться Это Все Правильно Применить Так Значит Лечиться Народными Методами Так Причем Абсолютно Без Всякого Разбора Какая Болезнь Какая Стадия Какое Название В том Числе Хирургическому Лечению И Теперь Вот Вот Этот На Так Сказать Посыл Отвечаю Важно Не Доводить Себя Самого Себя До Хирургического Лечения До Каких-то Там Стадий И Прочее Прочее Надо Обращать Внимание То есть Вообще Это Не ко мне Я Не об этом Вам Говорю Я Вам Говорю О том Что Важно Не Допускать Себя До Такого А Если Вы уже Допустили Себя До Такого Ну Уж Что Уж Вот Тут То Уж Тут То Уж Опять Так Из-за Того Насколько У вас Багаж Знаний Вы Начинаете Грубо говоря Ага Есть Народный Метод Лечения Что Он Вам Обещает Как Его Применить Что Вы Получите Вот Есть Допустим Официальный Метод Лечения Вам Говорят Вот Такая Стадия Вот Такое Вот Вот Что Вы Там Получите И Вы Тогда Если Вот Так Вы Тогда Для Себя Делаете Выбор О чем Я говорю Вы Для Себя Делаете Выбор Сюда Податься Или Туда Податься Если Вы Уже Профукали Своё Собственное Здоровье И Не Надо Говорить Что Вот Из-за Того Что Я То Сё Пято Десято Это Делается Знаете Вот Как Человек Создает Свою Семью С самого Начала Влюбляется Там И Рождаются Дети И так Далее Так Точно Он Со Школьной Скамьи Если Не Раньше Он Уже Заботится О Своем Здоровье Хотя Не Делает Того Что Явно Его Разрушает А Стадии Не Нужны Мне Эти Стадии Вот Лично Мне Не Нужны Если Вам Они Нужны Пожалуйста И Толкую Я Совсем О Другом Так Всё В одну Колью Нафиг Нужна Та Медицина Очищайте Кишечник Печень Пейте Керосин Мочу Перекис Соду И будете Здоровы А Я Говорю А Я Говорю А Я Говорю Артур Если Вы Хотите Быть Здоровыми На чём Основана Здоровье И я Показал Как раз Там На Вот этих Видео И Совсем Совсем Свежее Видео Что Здоровье Основано Конечно На нескольких Вещах Но Основное Это Внутренняя Чистота Организма Если У вас Есть Паразиты Да Пожалуйста Паразитов Этих Как Ту Кандиду Надо Там Вывести То и всё Применяйте Если Вы Считаете Что Больше Какой-то Грубо говоря Препарат Оптичный Вам Поможет Ну Применяйте Его Если Вы Считаете Что Там Допустим Просто-напросто Кора Ивы Или Асины Применяйте Его То есть Выбор Я Говорю О Выборе Вот Они Выборы Вот Они Выборы И Плюс Ещё Знание Как Это Работает И Вы Это Тогда Сами Решайте Выбор За вас Никто Не Сделает Так В качестве Статистики Доказательств Эффективности Этих Методов Авторов Приводят Отдельные Отзывы Каких-то Людей Привожу Каких-то Людей Так Вот За этими Людьми Как раз И стоит То Что Они Сделали Свой Выбор То Что Они Применили И Отдельные Отзывы Вот Этих Вот Каких-то Людей Которые Приложили Всё-таки Свой Собственный Ум К этому И Получили Результаты Вот Вот Что Я Не Прав Сами Себе Вы Поставили Или Не Сами Себе Поставили Главное Стали Здорово То То Есть Вы Не Жалуйтесь Как Я Не Жалуюсь На Свой Позвоночник На Поясницу На Суставы Которые У меня Были В Разваленном Виде Я Их Восстановил Сам И Нормально Себя Чувствую В Свои 70 лет И Совсем Другое Дело Будут Лечения А Толку Нету То Есть Вы Попробуйте Стать Просто На Просто Разумными Отстраниться От того Отстраниться От этого Отстраниться От этого А Вот Включить Свой Собственный Разум Знаете Можно Вот В В Истории Так Сознать Человеческое Общество Существуют Периоды Когда Говорят Что допустим Вот мы Строим Социализм Коммунизм Строим Все хорошо И хорошие Так сказать Перспективы И все Знаете Это Должно Быть Когда Там Я все Вспоминаю Своего Друга Детства Который Говорил Сижу я В школе А мне Говорят Ну через Там 10 Или 20 Лет Это Учился В 60 Году Ну пускай Через 20 Лет Значит Будет Коммунизм И все Будет Все Будет 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 Ну Говорят Что-то Годы Идут А коммунизма Нет Уже Прошло Так Так Точно И здесь Вот 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 Это Вот Все Идет Вот Такое Направление Такое Направление А я Еще О чем Говорю Вот Я Так Вспоминаю В видео Я говорю О том Что Научная Медицина С диагностами Со всем Этим Она Говорит Вот Смотрите Как мы Продвинулись Что мы Делаем И в то же Время Опять Так Вот Если Так Говорит Официально Ставили Себе Контрольное Обследование Подтверждение Излечения Что Статистика Говорит Что Заболевания Ширятся И Заболевания Еще Молодеют О Это Такой Вопрос Задается А Чем Ли Занимается Официальная Медицина И официальная Наука Что Она Вот Как раз Для здоровья Люди То есть Вот Отбросьте Все эти Как бы Сказать Все лишнее Просто Опереться На статистику О чем Я говорил Не я же говорю Они сами Говорят Заболевания Значит Все растут И заболевания Молодеют А мы Мол Стараемся Мы Ставим Такие Мощные Вещи И так далее Может не туда Стараются Так В общем Плане Это Что Грубо говоря Делать Обыкновенному Человеку Если Эти Старания Вот Как У Семидесятилетней Семидесятилетней Женщины Что-то Ни к чему Не приводит И то И сё И пятое Десятое А у неё То и сё И пятое Десятое Что делать Еще раз Я хочу Сказать Вот Если Мы не знаем Как Там Вот это Лечится Это не значит Что нет Соответствующих Методов Лечения Мы Возможно Не знаем Просто Напросто И тогда Вам предлагаются Вот такие 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 Пересадка Сердца Шунтирование Сосудов Будто бы Нельзя Это всё Оздоровить Но для этого Нужны знания Для этого Нужно Желание Ну я так Думаю Ну вот Игорь Думает По-другому Так Вот Какая Эффективность Лечения И процент Излечения Какая Частота И серьезность Побочных Эффектов Так вот Эффективность Лечения Процент Излечения Частота И серьезных Побочных Эффектов Да И в народной Грубо говоря Медицины Но вот Как раз Официально Медицина И отметила Что Вообще-то То Что мы Применяем Что-то Не так Это Работает Как бы нам Хотелось Или им Хотелось Или людям Которые К ним Обратились Хотелось Может Что-то Пересмотреть Тогда Что-то Другое Найти Допустим Вместо Антибиотиков Керосин Его же Применяли Ну так К примеру К примеру Ну давайте Дальше Так Помню Управление Организм А тем Более Лечение Это Вещь Непростая И Многим Многим Почему Вот эти Вот Там Так Так Сознать Миллионники Там На ютубе Эти каналы Вот Простой Рецепт Бах Попало Не попало А вот Этот Вот Рецепт Бах А тут Оказывается Не все Так Просто Далеко Не все Так Просто И вот Кто И канал Как раз Мы Сделан Для того Кто Желает Разобраться В этом Не Спеша Последовательно Все Это У того И Получается А кто Не пытается Тут Думает Вот Хотя бы Тоже Голодание Да Раз До Сорок Суток Отголодал Выжил И Че Толково Опять Наелся И Как Было Так Так И Осталось Это Еще Хорошо Что Он Как Удачно Выжил Не Все Так Просто Вот Она В чем Дело И Если Вы Хотите Действительно На здоровье Этим Делом Надо Заниматься И Заниматься Не Тогда Когда Клюнул Жареный Петух А Намного Я Вам Рассказываю Для Чего И Книги Для Того Чтобы Вы Понимали Что Че И Как Делать И Хватит Ли У Вас Сил Выйти Из Этого Состояния Применяя То Или Иное Лечение Или Оздоровительную Процедуру Вот Чем Я Хотел С Вами Поделиться Я Благодарю Вас За то Что Вы Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На поддержание Канала